Когда мы говорим о развитии республики, мы, прежде всего, должны оценивать ситуацию в целом, потому что мы живем в России, которая предопределяет во многом развитие своих территорий и субъектов федерации. Но, с другой стороны, по-разному регионы воспользуются своими ресурсами. И если взять, допустим, высказывание Володина, который заявил, что Башкирия не сумела воспользоваться своими базовыми возможностями, в результате чего она стала отставать от Татарстана, ну, я с этим согласен, он здесь прав. Во многом это связано с тем, что республика отказалась от институтов инновационного развития. Допустим, взять Татарстан, один из крупнейших инновационных проектов, это Иннополис, они сумели выделить в середине, то есть в 2013-2020 годах, около 25 миллиардов рублей. В принципе, республика в состоянии даже сейчас решить этот вопрос и создать аналогичный научно-образовательный комплекс. Например, в системе геоинженерия. Потому что очень большие потребности, и у нас есть хороший потенциал по сравнению с другими российскими регионами. У нас есть и специалисты интересные, которые себя зарекомендовали. А самое главное, у нас есть база, которую можно использовать. Но для этого нужны иные инструменты развития. То есть нужен центр притяжения людей, которые занимаются в этой сфере. Для этого, вот как, допустим, Иннополис создавали, они создали университет небольшой, они создали особую экономическую зону и также сумели туда привлечь главных участников федерального рынка цифровых технологий. И не только федеральных игроков, а также многих иностранных компаний. В принципе, в Башкирии в состоянии это сделать. Но для этого нужен хороший проект. Главное, что там не воровали, чтобы не получилась ситуация, как Казаханова, которого поймали на высвоении крупных средств. И самое главное, нужны цели достижимые и правильно поставленные задачи. К сожалению, у нас этого нет. Вообще, в бюджете, если мы говорим, это бюджет должен быть развития, эти средства должны быть предусмотрены. У нас же фактически получается бюджет существования, который просто поддерживает там, тут и не решает основных проблем нашей республики. Кроме этого, у нас очень часто говорят о территории опережающего развития. Много говорят о непосредственно особой экономической зоне Алга. Но давайте посмотрим результат. Резидентами создано, если мы будем говорить про Алгу, 950 новых рабочих мест. Вложено 7,5 миллиардов. Много это или мало? Республика государственными средствами вложилась больше, чем вложены резидентами. Проще было эти проекты реализовывать самой республике. Если бы эти деньги были направлены на какой-то хороший инновационный проект, мы бы уже получали хорошую прибыль и развивались. Но, к сожалению, у нас вот эти формальные признаки не позволяют это делать. Также у нас есть непосредственно территория опережающего развития. Там тоже вложены миллиарды. Но только резидентами вложено 11 миллиардов. Создано всего 6 тысяч рабочих мест. Преференции больше, чем вложено средство. Возникает вопрос, а зачем они нам нужны? Если они не решают наши кардинальные задачи, может быть, сконцентрироваться на том, что могло бы решить, если бы мы не стали бы развивать вот эти территории, а мы пошли бы на, допустим, такие реальные проекты, то у нас был бы результат значительно лучше. Потому что, вот если взять особую экономическую зону Алга, там средняя зарплата многих предприятий не выше средней по Башкирии. Соответственно, вот эти деньги мы направили на то, что у нас были созданы низкопроизводительные рабочие места. А у нас дефицит рабочих сил. Но опять-таки у нас проблема еще в том, что после Москвы, мэрии Московской области, мы занимаем второе место по объемам трудовых мигрантов. Около 160 тысяч человек, это около 9%, едет за пределами территории нашей. Я могу понять, Московскую область там больше, но Московская область сама больше, и второе, они едут работать в Москву. Все мы это понимаем. И в принципе, можно во многом говорить, что это единая агломерация, которая решает единые проблемы. Почему люди едут за пределы республики? Да, есть люди, которые нравятся этот образ жизни, но их немного. В большинстве случаев они едут, потому что нет возможности получать аналогичные доходы у нас здесь. И они едут за пределы, получают хорошие зарплаты. Но да, они-то даже тратят у нас. Но до определенного момента, пока они не накапливают определенные средства, и многие уезжают на те территории, на которые они едят работать. Они едят работать не только в Тюменскую область, на север, или там еще куда-то. Они многие ездят, кстати, в Челябинскую область, Оренбургскую, очень много в Татарстан, Москва, Санкт-Петербург. Они работают вахтовыми методами. Кроме этого, надо учитывать, что когда у нас средняя зарплата значительно ниже, чем по России, это формирует поток миграции за пределы. И это ухудшает состояние республики. Потому что молодежь, когда уезжает, это очень плохо. Вот взять, допустим, в Татарстане численность рабочей силы, у них при численности населения меньше, чем у нас, на 100 тысяч больше, чем в нашей республике. Это связано с тем, что у нас молодежь уезжает, а к ним едет. они позволяют себе создавать высокопроизводительные места, они создают перспективу, что важно для молодежи. И для развития нашей республики нам нужны эти перспективы. Мы можем продолжать активно пытаться развить сельское хозяйство, традиционное, то есть ТЭК. Они тоже нужны, но основной прирост экономики создают другие отрасли. Это цифровые технологии, это биотехнологии. Сейчас очень сильно развивается беспилотная авиация и беспилотный автотранспорт, но мы туда не вкладываемся. И значит мы будем это покупать у кого-то, в том числе и у наших соседей. Если мы говорим об активном развитии инновационных технологий, очень показательный пример это Китай. 30 лет назад он был далеко позади от Советского Союза, России. Сейчас же они создают тренд на инновационное развитие прежде всего. Например, уже в 26-м году у них будут летать без самолета беспилотники до 5 тонн. У них уже сейчас есть такси беспилотники. Это позволяет им экономить рабочие ресурсы и концентрировать уже их на тех направлениях, которые создают более высокопроизводительную экономику. В результате этого мы потихоньку как по экономическим показателям отстаем от наших соседей. Я уже не говорю про Татарстан. Это и Пермский край, это также необходимо посмотреть и других соседей. Я уже не говорю также про Свердловскую область, мы Самаровскую область отстаем от них прежде всего из-за того, что не хотим учиться у них и не хотим видеть новые стартапы, которые надо развивать у нас здесь. Мне хотелось бы, чтобы прежде всего республика обратила на это внимание, потому что все-таки если мы посмотрим на экономику, в бюджете увеличены средства. Но опять-таки они направляются не на то, что нам надо, а на то, что хотят делать наши правительственные чиновники. Без учета потребностей экономики, без учета потребностей населения, они реализуют свое эго, они реализуют свои честолюбивые планы, но это мало сочетается с ускоренным развитием нашей республики. Хотелось бы, чтобы что-то у нас поменялось. Продолжение следует...